Всем привет! Это новый выпуск блога «Давайте разбираться», где мы диагностируем, настраиваем и ремонтируем ратраки. А я, Сергей Будовин. Включаем зажигание. Машину не заводим. Нажимаем на иконку «Машинка», потом на рыжую моську с замочком, потом касаемся вот этого поля. Появляется калькулятор. Вводим пароль «1966». Подтверждаем, нажимая «ОК». Нажимаем на домик, возвращаемся на домашнюю страничку. Иконок стало больше. Нажимаем на ключик. Далее нажимаем иконку «Весы». В верхней части дисплея видим 4 нуля. Касаемся нулей. Этой крутилкой выбираем 101-ю позицию. Это калибровка потенциометра педали газа. Нажимаем на крутилку. Подтвердили выбор. Цифры стали в черной рамке. Справа иконка «Старт». Нажимаем «Старт». Картинка показывает, педаль газа не трогаем. Далее нажимаем «Некст». Он просит нажать «Газ до упора». Нажимаем и держим. Нажимаем «Некст». Спрашивает «Окей?» Да, «Окей». Снизу слева загорелось зеленое окошко «Окей». Пока это зеленое окошко не появилось, газ держим. Зеленое окошко появилось, газ можно отпустить. Таким образом калибруется педаль газа. Затем снова касаемся цифр. И там, где у нас было 101, крутилкой выбираем 102. Это калибровка потенциометра руля. Это применимо только к машинам на штурвале. Если машина на рычагах, то надо выбрать цифры 104 и 105. Это калибровка потенциометра в стиках. 104 левый, 105 правый. На стиках калибровки выполняются аналогично. Система покажет, что сделать. Стик вперед, стик назад, стик нейтральный. Но вернемся к нашему штурвалу. Выбрали 102, подтвердили выбор. Нажимаем «Старт». Машина сейчас просит штурвал не трогать. Нажимаем «Некст». Поворачиваем штурвал влево до упора. Держим. Нажимаем «Некст». Теперь вправо до упора. Держим. Нажимаем «Некст». Спрашивает «Окей». Подтверждаем «Да, окей». Слева загорелось зеленое окошко. Все, штурвал можно отпустить. Снова касаемся цифр, где у нас было 102. Крутилкой выставляем 103. Нажимаем на крутилку. Подтвердили выбор. Это калибровка потенциометра скорости движения. Нажимаем на «Старт». Машина просит поставить потенциометр на девятку, то есть до упора. Нажимаем «Некст». Машина просит поставить на ноль. Именно на ноль. Согласно шкале. Нажимаем «Некст». Машина просит выставить минус 3. Опять «Некст». Опять подтверждаем «Окей». Снизу слева загорелось «Окей». Важный момент. Все эти калибровки выполняются на заглушенном двигателе. Включено зажигание и все. Снова выбираем цифры и перематываем до позиции 204. Это потенциометр вращения фрезы. Все выполняем аналогично. Нажимаем «Старт». Ставим потенциометр на ноль. Нажимаем «Некст». Просит поставить на девятку. Нажимаем «Некст». Выбираем «Окей». Видим, что снова загорелось зеленое окошко. После этого возвращаемся на домашнюю страничку. Выключаем зажигание примерно на 5 секунд, не меньше. После этого включаем зажигание. Заводим и можем работать. Такие калибровки рекомендуется выполнять не реже, чем раз в год перед сезоном. Бывают случаи, когда калибровка не выполняется. Это явный признак выхода из строя токового датчика. Или это может быть то, что потенциометр установлен неправильно. В первом случае это только замена. А во втором случае нужно проверить установку потенциометра. Если датчик вышел из строя, то в машине будет гореть чек-энжин с кодом ошибки. Именно этого конкретного датчика. По любым вопросам по ремонту и обслуживанию уротрака в Пистонбуре вы всегда сможете связаться со мной или с моими коллегами по бесплатному круглосуточному телефону на экране и в описании. Мы всегда готовы помочь вам в любой сложной ситуации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...